МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Через 50 лет они вышли в лес и не разгребали ногами этот мусор. Плавая в море, мне не хочется отодвигать пластик. Лично для меня это и охрана природы. Мне хочется жить на земле прекрасной, красивой, а не в мусоре. Такие эко-проекты позволяют подарить вторую жизнь вещам. Например, пластик добавляют в бордюрные плиты. Металл переплавляют и используют заново, а макулатура превращается в литературу. Впрочем, не все доходит до перерабатывающего завода. Так, например, прямо здесь, на месте из электронных сигарет, умельцы делают фонарики. Годную для носки одежду отдают нуждающимся, а каждой книге стараются дать второй шанс на жизнь. Разбирать мусор не так сложно, важно лишь внимательно читать этикетку. Треугольник из стрела говорит о том, подается ли обертка переработки, а цифра внутри обозначает тип сырья. Разобраться во всем многообразии повторной переработки мусора, на первый взгляд, не так-то просто. Но специальные таблички напротив мусорных баков помогут жителям городского округа не промахнуться с утилизацией. К сожалению, не весь мусор можно утилизировать экологически. Например, стаканчик из-под кофе из-за сложности своей конструкции, а он состоит из картона, бумаги и пластика, не подается какой-то отдельной категории и его утилизируют по-старому. Однако, крышечка с маркировкой PET-6 прекрасно подходит под переработку. Перед утилизацией мусор необходимо очистить от остатков еды и выкинуть в соответствующий контейнер. Особое внимание в переработке занимает макулатура. Традиционно ее собирают больше всего. А с сентября этого года, чтобы привлечь как можно больше людей, запустили всероссийскую акцию Boom Battle. Это своего рода соревнование по сбору бумаги. Boom Battle – это всероссийская акция по сбору макулатуры в поддержку национального проекта «Экология», который реализуется по решению президента. Акция проходит под эгидой всероссийского экологического общественного движения «Экосистема». Boom Battle дает возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги. Акция проводится в пятый раз и продлится до 15 ноября. Напомним, что в Химках работают две площадки по раздельному сбору вторсырья. Они расположены на улице Машинцево в Новых Химках и на улице Горького в Сходне. Сервер Бекометов, Вильфрид Демковский, Новости, Химки ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова